Всем доброе утро! У нас оно доброе, розовое, продолжение всё равно идёт, роза цветёт. Это роза, которая на заборе, без имени, без отчества, потому что у меня розы плетистые, как я уже писала, очень давно, почти 20 лет. Все розы старые, кроме польки. У нас сегодня небо вот какое, в тучках, и нам обещают дождик. Будем ждать дождик. Это единственная роза, которая осталась. Те плетистые уже поверну, так, чтобы вы посмотрели. Те розочки уже перецветают. Всё нужно уже обрезать. И начнём маленькую прогулку. Сегодня с опозданием. Сегодня 6 июля. Не сделала я отчёт, как бы не отчёт, а обзор по даче в конце июня. Не получалось у меня, было очень жарко. Хотелось снять розы плетистые. Поэтому давайте начнём с этого цветника. Давно я вас сюда не приводила. Это цветник под яблоней. В этом цветнике акцент сделан на флоксы. В основном на флоксы. Но, конечно же, как без подсадок плотных, как бы без соседей у меня не обходится. Здесь вы были уже. Кто смотрит видео, смотрели мои летники. Это лихнис. Лилии цветут. Уже даже перецветают. Зацвели первые флоксы. Это лилейник. Перецвёл. Вчерашние цветочки, сегодняшние, ещё не распустились. Здесь будет лилия. Это пион был. Я показывала вам. Так, сначала показываю хосты. В начале цветника. Осенью будут здесь хризантемы. Я так надеюсь. Флоксы. Ещё не все цветут, но ещё начало июля. Вон там дальше зацвёл флокс. Зацвёл флокс. Вот он какой. И беленький зацвёл. И белый тоже зацвёл. Там у меня... Давайте подойдём лучше. Посадила такие лопушки. Это канна. Гергинчики. У меня просто здесь была пустота. Как бы весной не было подсадок. Вернее, как бы не было чего подсадить. Вот посадила. Здесь будет мискантузебрина. Разделила кусочек. Это отделила от своего основного кусочка. Ой, от основного мискантуса. Флокс цветёт. Первый из первых. Вот какой. Сейчас мы. Лилейник. Такой красный. Терракотовый больше. Нет, не терракотовый. Нет, красный. Не показывает камера. Он ярче. Лилейник. Это гибискус травянистый. Так. Здесь тоже флокс. Пойдёмте. Выйдем. Из фиалочки. Это фиалочка. Вот она как летом выглядит. Но, представляете, немножко желтеть стало, потому что у нас очень жарко. Очень жарко. Сегодня, обещаю, дождь. Пасмурно, но температура 26. Перешли сюда. Здесь с левого, то правый. Называем так. Правый цветничок и левый. Там хоста с жёлтой каймой. А здесь хоста с белой каймой. Тоже по центру хейзантема. И опять же флоксы. Флоксы, флоксы. Правда, гортензия белая здесь подсажена тоже. Тоже будет как солировать. Но в этом году у меня гортензии не радует. Я уже показывала вам весной, что, во-первых, она только второй год цветёт. Ей три года всего. У меня был большой куст, но её съела личинка майского жука. Вот такой может быть. Огромный куст и она съела. Не доглядела. А в этом году веточки, которые остались с прошлого года, просто засохли. Это все ветки этого года. И они такие какие-то слабенькие. Непонятно. Непонятно. Но, говорю, будут флоксы. Я думаю, что будут. Никуда они от нас не денутся. Вот они какие. И здесь у меня, в этом цветнике, возле забора, растёт пасконник. Уже где-то сантиметров семьдесят. Так. Ну и всё. Вернулись калитки. К нашей розочке. Калитка закрыта. Не хочется мне открывать сейчас калитку, чтобы с той стороны ещё раз показать вам её красоту. Мне здесь тоже красиво. Я же не говорю, что здесь некрасиво. Расцвёл, вернее, расцвела лилия. Мне соседка Танюшка дала по даче. Вот такую. Хорошенькая. Очень хорошенькая. Растёт. И покажу вам красотку мою ёлку. Обратите внимание, как она хороша. Как она хороша на белом фоне. Я думаю, видно. Большой ландыш. Это летнее растение. Ой, извините. Это южное растение, конечно же. Это Украина, город Киев. У нас зимует ёлка очень хорошо. И цветёт. И цветёт хорошо. Цветёт она уже давно. Где-то недельку цветёт. Подходим. Помедленнее. Потому что здесь тоже ёлка. В том году она дала три цветоноса. В этом году один. Хотела выбросить. Я уже говорила вам. Хотела выкопать её. Но она дала цветоносы. Я передумала. Даёт новые. Обратите внимание. Вот как она размножается. Новые розеточки. Видите? Вон там. Эти розеточки можно отрезать. Посадить. И будет у вас юка. И здесь тоже. Одна стрела. Один цветонос. Ну какой хороший. Она в том году, эта юка, отдыхала. Набирала силу. И тоже обросла. Вон там обросла. Можно делить. Так. Цветут мои розочки. Польку я уже обрезала. Я потом подойду, покажу вам. Давайте посмотрим. Эту розу я тоже. Будем называть её теперь флорибунда. Была парковая. Теперь называем флорибунда. Уже повырезала много. Вот она какая. Это одна веточка. Вот это одна ветка. Вот покажу вам. Вот веточка идёт. Вот это розочка. До сих пор цветёт турецкая гвоздика. Тоже радует меня. Очень такое неприхотливое растение. Двулетка. Тоже самосев размножается. И подойдёмте к ливиям. Красавица. А то смотрю, что уже некоторые уже и перецветают. А не показать не могу. Такую красоту. Очень красивые. Полька перецвела. И теперь смотрите, сколько она даёт новых цветоносов. Вернее, уже дала. Как-то хочется так вам показать. Это новое всё пошло. Букетная уже. Обратите внимание. Первые цветы были по одному цветку. Я говорила, что можно в вазу ставить. А здесь уже вторая волна. Вторая волна. Вот как идёт. В основном. В основном букетная. Букетная. Я имею в виду букетная. Это значит много на одной веточке. Много цветов. Вот. Одна веточка. И вот цветочки. Пойдёмте обойдём её. Ох, какая хорошенькая. Обойдём вокруг. Я вам покажу здесь. Тоже. Надо подвязать. Потому что утяжеляется. Здесь уже нужна подвязка. Почему? Потому что на одной ветке будет сколько здесь? Пять. Здесь будет четыре. Но я хочу показать вам вот эту веточку. Сейчас, подождите. Вот веточка. Обратите внимание. Одна ветка. Одна ветка. Вы видите, какая? Какая цветущая гроздь. Или даже не знаю, как назвать уже её. Её обязательно нужно будет подвязать. Потому что она просто завалится. Хотя эта роза такая стоячая. Но не получится. Будем вот так вот привязывать. Будет тяжёлая. Здесь та же история. Тоже тоненькая веточка получилась. А розочек-то пять. И здесь тоже. В общем, она утяжеляется. На вторую волну. Вторая волна будет вот такая. Розочка кирио. Первые цветочки уже перецвели. И они не теряют своё. Видите, как они... Обратите внимание. Они меняют цвет. Но не сбрасывают лепестки. Очень долго будет стоять. И догоняют новые цветы. Вот. Розочка кирио очень хорошая. А эта на подходе. Тоже это роза кирио. И не радует меня в этом году аква. Совсем не радует. Вот так выглядит. Тридцать... Не, ну сорок сантиметров. И один цветочек. У меня в основном здесь чайно-гибридные. Это небольшие кусты. Здесь уже я обрезку произвела. Они не все вместе цветут. Поэтому уже одна ветка срезана. Такая розовенькая. Это не аква. А аква рядом. Вот аква. Совсем. Показала вам какая. Эти тоже такие вот у меня кремовые розы. Пастельно-кремовые такие. Тоже уже произвела обрезку. Потому что они цветут не сразу все. А так поочередно. Один цветочек. Потом здесь бутончики тоже будут распускаться. То есть цветение будет продолжительное. Вот этот кустик. Это все один куст. Вот этот куст. И этот это одна роза. Здесь я уже обрезала. И уже пошла. Видите как побеги пошли новые. Наращивать. А там еще цветет. Это все один кустик. Здесь нужно срезать сегодня. У меня в этом цветнике в этом году не вышло две розы зимы. Вот пожалуйста. Теплая зима. А две розы не вышло. Роза спрей тоже не очень. Маленькая очень. Очень маленькая и скудненькая так пошла зелень. Веточек мало дала. Ну, шума ему, то ма ему. Это перецвевшая уже как бы. Тоже имеет такой вид. Не облетает, а держится. Это вновь зацвевшая. И вот такие розочки. Вот такая красоточка. А здесь вот. Тоже хорошая роза. Очень хорошая. Это в бутоне. Это в роспуске. Она имеет два цвета. Не знаю, видно на камере. Края у нее такие более фиолетовые. А срединка розовая. Смотрю на камеру, не показывает. Она двухцветная. Это немножко другая. Но здесь вот такой теплый-теплый розовый цвет. Очень красивый. Так плотно, что хочется раскрыть, чтобы вот так было, да? Потому что здесь сразу два. Шесть бутончиков. Я же говорю, чайно-гибридные. Меня в этом году не очень радует. Плюс к тому, что еще не перезимовали. Как положено. Это тоже нужно обрезать. И уже сидят. Едят, кто хочет ест их. И жучки, и эти бронзовки. А здесь у нас, в этом цветнике, у нас лаванда. Лаванда зацвела. И продолжает свисти Вероника. Вы знаете, я смотрю, что цвет, цвет подобия-подобия. Что у лаванды, что у Вероники, очень даже одинаковый цвет. Можно при желании, можно составлять композиции, как бы лаванда ниже. А Вероника выше. Можно как-то соединять их. При желании. Розочка. Чайно-гибридная. И там тоже чайно-гибридные розы. И жемчужинка белая. А василисник нужно будет убирать. Не нравится он мне там. Не гармонирует он, не смотрится. Василисник, это вот, желтеньким цветет. Видите, вот это василисник. А жемчужинка, ну прям невеста. Смотрите, хорошенькая, правда? Перейшти на эту сторону. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...